Вчера я возвращался на самолёте с проповеднического мероприятия в Южной Америке и прочёл кое-что потрясающее. Это было то, о чём я говорил в Чили, о могуществе Праупады. Возможно, вы видели фильм о 2-й авеню, дом 26. Это самое начало. Там было всего пару человек. Они принимают прасад, и у них берут интервью и спрашивают, что они думают о сознании Кришны. Они совсем ещё новички. В большинстве своём совсем неопытные вайшнавы. Кажется, фильм называется «Счастье на 2-й авеню, 26». Так вот, я читал интервью с одним из создателей этого фильма, который снимала команда «Муж и жена». Я хочу прочесть вам кое-что из того, что он сказал. Это было очень забавно, но также и потрясающе. Это очень характерно для Праупады, то, как он влиял на людей. Вот что он рассказал. Помню, как я спросил у преданного новичка о том, что он чувствует. Он ответил, «Это совершенно замечательно. Я так тронут. Я хочу посвятить этому всю свою жизнь». Я спросил, «Как давно вы участвуете в движении?» Он ответил, «Со вчерашнего дня». «Со вчерашнего дня». Интересно, что человек, который провёл в движении всего 12 часов или, может, 18, но максимум 24, уже чувствует это. 24 часа максимум? Что это значит? Это должно помочь нам по достоинству оценить то, что Кришна послал нам, очень особенного преданного, чистого преданного, который способен так влиять на сердца людей. Конечно, мы понимаем, что Прабхупада могущественен настолько, что человек всего за один день почувствовал это и ощутил желание посвятить всю свою жизнь Кришне и Прабхупаде. Измениться настолько всего за один день, будучи хиппи, который принимает наркотики, куролесит с друзьями и подружками, тратит время в пустую, читает так называемую духовную литературу, теоретизирует и находится под сильным влиянием гуны невежества, за один день почувствовать это. Это то, что раскрывает могущество Прабхупада. Это лишь часть того, что я хотел сказать. Дальше больше. Приходя в храм в те времена, преданные были настолько вдохновлены Прабхупадой, что находиться рядом с ними было почти то же самое, что находиться рядом с Прабхупадой. Разумеется, многие люди приходили в Искон, и Прабхупада не было в том храме, в который они пришли. Но находиться в этом храме было все равно, что находиться рядом с Прабхупадой, потому что Прабхупада находился в сердцах преданных. Прабхупада источал столько бхакти, что эта бхакти проникала в сердце каждого. И если вы встречали даже преданного новичка, вы пропитывались этим чувством. Я хочу поделиться с вами одной историей. Гирирадж с вами рассказывает, что как-то он пришел повидаться с Прабхупадой. Он проехал много миль, так как искал себе гуру. Он встречал множество гуру, но они не удовлетворяли его запросам. Он опоздал на программу. Программа закончилась, и он не смог услышать лекцию Прабхупадой. Это было в Бостоне. А преданным надо было, чтобы кто-то их подвез. Они сделали объявление. Есть у кого-то транспорт, нам нужно в такое-то место. И он сказал, у меня автомобиль, я подвезу. На переднее сидение около него села одна преданная, Джанава. И Гирирадж с вами рассказывает, что он искал гуру. Он переслушал многих гуру и перечитал много книг по духовной философии. И он принялся задавать вопросы ей. У них началась дискуссия. Он высказывал свои мысли, а она поправляла его, когда он говорил нечто ошибочное. Он говорил на основе того, что читал. В интервью он рассказывает, «Никогда я раньше не слышал, чтобы кто-то так подавал философию. Беседуя с ней, я принял все ее доводы. Я понял, что это оно. Это истина. Это что-то настоящее. Я понял, что это оно. Это истина. Это что-то настоящее. Он беседовал не с Праупадой. Он беседовал с человеком, который слушал лекции Праупады и который совершенным образом передавал слова Праупады. И не только слова, но и его настроение. Она говорила очень убедительно, потому что и сам Праупада был крайне убедителен. Поэтому она передавала настроение Праупады с такой уверенностью и озвучивала именно то, что говорил Праупада, ясно и четко. И после того, как эта 20-летняя девушка проповедовала ему, то время, пока они ехали, Гирирадж с вами решил стать преданным. Сколько там могло быть? Ну, не более получаса, а может быть, всего минут 20. Таково могущество, которым Праупада наделял своих учеников. Порой люди говорят, на планете нет другого такого, как Праупада, и это правда. Но потом они говорят, поэтому... После чего зачастую идут ошибочные выводы. На планете нет другой такой личности, как Праупада. Но посмотрите, как Праупада менял сердца людей. Взгляните, какое могущество Праупада вкладывал в них. Посмотрите, как они меняют сердца других людей. Вот что следует говорить после этого по этому. Прославляйте Праупаду. Не преуменьшайте его значимость. На планете нет такой другой личности, как Праупада, поэтому нужно найти кого-то другого за пределами Искон, потому что в Искон нет никого равного Праупаде, ни у кого нет такого могущества. Это заблуждение. Люди злоупотребляют могуществом Праупады, но это еще не значит, что больше ни у кого нет могущества. Если бы у нас не было могущества, мы никого бы не смогли сделать преданным. Мы не смогли бы сеять семена Бхакти в сердца людей. Но мы видим, как много людей становятся преданными. Сколько людей совершают духовный прорыв благодаря могуществу Праупады, которое передается через его учеников следующему поколению, вам, а затем вы передадите это другим. В этом могущество сознания Кришны. Нам очень повезло, что изначальный источник этой силы настолько чист и могущественен. И если мы соприкоснемся с ним, то сможем передать такую же чистоту другим, несмотря на то, что мы не так чисты и сильны. Но мы даем другим такую же чистоту и силу. Это наша задача передать чистоту Праупада, его шахте, его веру другим людям. Если вы будете следовать наставлениям Праупады, изучать его книги, то по мере вашего роста в сознании Кришны у вас будет все больше и больше этого могущества. Вы будете становиться еще более способными передавать послания Праупады, представлять Праупаду до такой степени, что, находясь с вами, люди станут чувствовать себя почти так же, как если бы были с ним. Они будут чувствовать это шахте. В этом успех движения сознания Кришны. Находясь рядом с нами, люди чувствуют шахте Праупады. И это шахте, будет помогать им меняться, подобно тому, как она изменила этого парня и многих других, таких как он. Мы и сегодня можем помогать людям меняться, если будем чисто передавать шахте Праупады. И мы можем это делать. Вы можете это делать. Для этого не надо быть особенным. Нужно просто иметь веру в наставления Праупады. Нужно знать его наставления, хорошо понимать и применять их в жизни, представлять его учения и проявлять качество преданного, которым учил Праупада, вести сатвичный образ жизни. И вы будете идеальным представителем Праупады. Тогда сердца многих людей вокруг будут меняться. Таков наш процесс. Так это работает. Редактор субтитров А.Семкин